Также, Стас, ты дважды одинаковым способом не зашел в маунт и сайт-контроль, как-то жестко подгибая мою ногу, создавая дикий дискомфорт, и потом я пытался ее выдернуть, и ты на этом движении как-то проходил в маунт. Мог бы показать? Это какая-то техника, наработка? Да, можно показать, но это только для донов. В чем здесь смысл? Мы находимся в боковом удержании. Я люблю в боковом удержании разворачиваться лицом к ногам человека. Эту технику я усвоил у Цистара. Он очень хорошо атаковал дальнюю руку и в хавгарде, и в боковом удержании. И, собственно, он мне показал эту позицию спиной к лицу человека. Это хорошая форма удержания. И есть такой человек с радиола, если ошибаюсь, у него эту технику увидел. Оказываюсь, вот здесь, неважно, я могу быть и под рукой, да, здесь, но гораздо это актуально, когда он находится поверх руки, да. Если я хочу сесть в маунт, я знаю, что Назар будет мне мешать одной ногой, другой ногой. Вот это все будет, как бы, мне мешать, да, то есть пространства здесь нет. Поэтому что я делаю? Я рукой могу схватить его за ближнюю ногу и передать в свой колено-сгиб нижней ноги. То есть как здесь можно сделать? Можно схватить, иногда я вот так хватаю, иногда я вот здесь хватаю, убираю. Вопрос в том, как я чувствую позицию. Суть в чем, что мне нужно коленом-сгибом зацепить голеностоп вот здесь. Как только это происходит, я могу рукой, могу ногой его колено завалить вовнутрь, а стопу вытащить назад. То есть я делаю вот такое движение. Я ему выкручиваю и колено, и бедро, и поскольку таз у нас связан, он не может этой ногой полноценно мне мешать. И здесь очень легко, во-первых, вот этой рукой ногу убрать, да, во-вторых, я могу просто от своей ноги свободной делать креветку, забирать его ногу еще дальше. И, в принципе, если у вас хорошая мобильность бедра, ну, у меня она достаточно хорошая, я могу прям вот так сесть. Почти идеально получилось, да, почти не задел. Но суть в том, что я могу просто легко вот так вот убрать рукой его ногу. Вот я сюда сел, поскольку моя нога еще держит его ногу, я очень плотно на нем могу легко развернуться. И вот он мой маунт. Так, я... Лучше поверх моей руки. Поверх руки. Если ты можешь левой рукой взять захват, ну, либо вот здесь лучше левой рукой, чтобы просто ты не ездил. Ты отъезжаешь... Я, допустим, я начинаю вот это все исполнять, ты правой рукой хватаешь меня за либо штанину, либо пальцы ног, и передаешь свою левую ногу в левый коленный сгиб. Да, да. И теперь смотри, смотри, я не могу поднять ее, да, ты тазом отъезжаешь назад. О, все, видишь, мое колено чает вовнутрь завалится. Эта нога тоже ограничена. Ты можешь легко правой рукой надавить на нее, да, и тебе очень легко, да, все. Цепляешь и просто на меня проворачиваешься. Вот. Все, вот он маунт. У кого колени слабые, они сдаются в этот момент. Реально. И плачут. И пропускают потом тренировки. Реально. Любим, прям, чувакам делаешь, они такие, ааа, ты такой, типа, что случилось? У меня колено больное, я думаю, так я же тебе не выкручивал колено. Надеюсь, кто-нибудь когда-нибудь пофиксит на отживу. Стас, недавно прошел Grand Slam в Турции. Ты там выступал, по-моему, правильно? Можно перебивать уже, да? Как выступление? Как организация? Нарезайте. Да, я стираю черный пояс, да, собственно, ну, как вы видите, по моим знаниям, по-моему, джиу-джитсу понятно, да, что это не просто миф, да? Это все потому, что ты выкинул свой первый пояс. Я выкинул пару поясов и обнулился несколько раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!